Еще остался один у нас штрих, это управление доступом. Давайте вернемся к самому процессу. Мы с вами настроили доступ просто всем на изменения, чтобы было проще демонстрировать. Но это не совсем правильно. По-хорошему нужно сделать так, чтобы заявку можно было создать, но когда она уже стознанно запущена, ее бизнес-процесс, ее нельзя было менять. Да, иначе в чем смысл? Мы с вами согласовали, там человек потом зашел и поменял цифры на больше или что-то еще. Поэтому как мы выдадим доступ? Во-первых, мы для всех его сделаем на добавление. Даже не на чтение, а именно на добавление. При этом у нас будет наш бухгалтер, который все это видит, безусловно иметь доступ всегда, но дадим ему доступ на чтение. Мне не обязательно его задача одобрять и согласовывать, поэтому мы ему дадим доступ на чтение. Ну, в данном случае еще нужно дать доступ мне на чтение, раз я играю роль бухгалтера. Ну, чтобы было совсем правильно, хотя я здесь администратор, я, конечно же, буду и так иметь доступ. Как же нам реализовать тогда видимость данных? Мы это будем делать внутри самого бизнес-процесса. Есть ли это специальное действие? Сохраним нашу настройку. И вернемся к редактированию бизнес-процесса. После того, как мы определили, кто у нас будет согласовывать, да, мы определили переменную поиск, мы здесь, собственно, и настроим доступ. И специальное действие «Установка прав». И мы дадим на чтение доступ для, собственно, двух этих пользователей. Я хочу обратить ваше внимание, это права на доступ к документу. То есть на чтение будет доступ только к той заявке, которая прямо в этом бизнес-процессе и участвует, а не ко всем. Да, таким образом мы решим задачу, что пользователь может добавить заявку, но видеть его будет только свои, потому что бизнес-процесс сразу после создания будет запускаться и раздавать ему необходимые права на это. Сохраним и посмотрим, что у нас получилось. Если мы откроем под Ринатой, то мы с вами увидим, что теперь она не видит те записи, которые видела ранее, даже которые сама создавала. Это нормально, потому что мы изменили права доступа. Теперь только на добавление. И то, что было создано ранее, теперь у нас как бы недоступно. Теперь мы с вами добавим новую заявку. Посмотрим, как это сработает. Видим, что Рината видит свою заявку, потому что бизнес-процесс раздал ей соответствующий доступ. Прикрытый, который будет одобрять, тоже будет видеть. Давайте посмотрим под ним. Посмотрим под Дианой. У нее также всего здесь одна заявка, которую создала Рината, потому что также бизнес-процесс ей эти права раздал. И те заявки, которые будут прилетать к ней на согласование, от разных сотрудников ей будет раздаваться доступ на чтение. А если мы бы посмотрели под Бухгалтер, мы бы увидели, что ей все еще доступны все те заявки, которые здесь были, но только на чтение. Теперь, если мы под Ринатой захотим посмотреть, там мы увидим заявку, все данные видим, но что-то здесь поменять, сохранить мы уже не сможем, потому что права у нас только на чтение. При этом, конечно же, в действии бизнес-процесса, который нас просит новую сумму указать на новое обоснование, все будет также хорошо срабатывать. Это отличная возможность сделать так, чтобы данные не менялись, скажем так, неуправляемо, да, а делается это столько по регламенту, то есть это важно для какого-то процесса, только из действия, которое запускается бизнес-процессом. Вот такой простой бизнес-процесс у нас получился. Как видите, это хоть и, может быть, не очень простая деятельность по настройке, но, в общем-то, здесь ничего нет, не решаем. Удачных вам реализаций бизнес-процессов в ваших проектах. Продолжение следует...